В Заполярье побывала медиа-экспедиция проекта «Северное ожерелье России». Команда из Санкт-Петербурга посетила самые популярные места региона и познакомилась с неецким колоритом. Как прошла поездка и с какой целью приехали петербургские журналисты, расскажет Василий Хатанзейский. За два дня участники экспедиции успели посетить исчезнувший город Пустозерск. На всем протяжении тропы к первому русскому городу за полярным кругом исследователи испытали достаточно смешанное чувство от восхищения до грусти. Вы знаете, там меняется несколько ощущений по ходу движения. Сначала там даже один лес идет, кругом грибы, ягоды растут. Как-то сначала на это внимание обращаешь. Потом начинаешь задумываться, что здесь вот когда-то давно город стоял. И уже атмосфера как-то меняется. Начинаешь задумываться, что люди здесь когда-то жили, а сейчас города по сути нет. Также петербургские журналисты одни из первых прошли по новому маршруту босиком по тундре. На протяжении пяти километров участники экспедиции передвигались босиком по ягелю. Наслаждались видами и восхищались местной растительностью. Ну вот нам повезло с погодой, поэтому мы и тундру увидели совершенно другую, не пасмурную, не угрюмую, не какую-то суровую. Ну, нам очень понравился маршрут босиком по тундре, и мы действительно босиком прошли по ягелю, по мхам. И, ну, на самом деле это есть чем похвастать своим друзьям и знакомым, потому что мало кто еще прошел таким маршрутом. Сегодня полярная широта для жителей центральной полосы России – это что-то неизведанное и замерзшее. Именно такой путеводитель сможет открыть туристу глаза. Большое удивление для гостей вызвали обыденные для местного жителя карликовые березы, ягоды, грибы и тундровые просторы. Потрясающие виды открываются с возвышенности, когда ты поднимаешься. И вот это чередование мхов, деревьев, кустарников создают совершенно потрясающую картину. Но, опять же, повторюсь, которые в наших лесах, наших природных ландшафтов невозможно увидеть. Помимо природы, большой интерес у участников экспедиции вызвала и национальная кухня, которая поразила их своими изысками. Главное преимущество местной кулинарии – исследователи отметили, что блюда готовятся из натуральных ингредиентов. В целом, поездка за полярный круг отложилась в памяти яркими эмоциями. Вообще, конечно, поездка к вам – это такое событие в жизни. И я думаю, что нам еще удастся повторить этот маршрут. Под инициативой Петербургского дневника журналисты объехав 11 регионов России, которые входят в состав Северо-Западного федерального округа, расскажут о туристической привлекательности каждого субъекта. Наша цель – это создать медиапродукт. Это была идея как раз Петербургского дневника – создать путеводитель авторский, выпустить серию передач о путешествии, а также выпустить приложения. И в том числе выходит серия статей в газете. Конечным продуктом экспедиции станет книга «Путеводитель», которая соберет в себе информацию о самых лучших и интересных достопримечательностях регионов. Наша задача была показать медиа-экспедиции основные наши достопримечательности, культурные, природные, познакомить с историей региона, показать, продемонстрировать какие-то основные наши фишки, которые могут быть интересны туристам. Участники экспедиции планируют создать мобильное приложение, которое будет содержать всю информацию, собранную в ходе путешествий. Также собранные материалы будут использоваться для создания оригинального путеводителя по регионам Серебряного ожерелья. Презентация готового материала пройдет на очередном форуме Ассоциаций СМИ Северо-Запада. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Владислав Ткачев. Телеканал Север.